Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзорников компании «Сигмилл» и сам я, Артур Изятуллин. Встреча с головой ФРС Джереми Паул во вторник, которая была посвящена экономическим прогнозам и монетарной политике, произошла в очень нужное время, так как ФРС представилась возможность проследить динамику ожиданий и при необходимости скорректировать интерпретацию последнего заседания. Паул такой возможностью охотно воспользовался, заявив, что регулятор не собирается реагировать на краткосрочные колебания рыночных настроений и стоимости кредитных средств в экономике. По словам Паула, ФРС хорошо отгорожен от политического давления в краткосрочной перспективе, намекая таким образом, что ФРС не собирается слева подчиняться призывам Трампа начать агрессивное снижение ставок, однако противодействие экономическим вызовам, таких как низкая инфляция и торговое противостояние США на нескольких фронтах является потенциальным мотивом для смягчения кредитных условий. Президент ФРБ Сен-Юис Буллард заявил, что не считает, что экономическая ситуация в США ухудшилась настолько, чтобы рассматривать сценарий понижения ставки сразу на 50 базовых пунктов, но понижение на 25 базовых пунктов представляется вполне целесообразным. В наседании в прошлую среду Буллард проголосовал за снижение ставки. Коррекция ожиданий на комментариях Паула вызвала укрепление доллара за счет соответствующих продаж на фондовом рынке и облигаций казначейства. СНИ 500 снизился на 1% по итогам торговли во вторник. По мнению Паула, беспокойство вызывает десинхронизацию инфляционных ожиданий с курса монетарной политики. То есть, если инфляция будет слишком долго находиться на низком уровне, целевые ориентиры, инфляционные ориентиры ФРС утратят доверие среди домохозяйственных фирм, что вызовет сжатие потребления инвестиций, и экономика в целом станет менее чувствительной к возможному стимулированию. То есть, чтобы ее стимулировать, придется понижать ставки более агрессивно, более агрессивно смягчаясь кредитные условия. Наглядным примером такой проблемы может случиться, например, японик, который центральный банк борется как раз таки с низкими инфляционными ожиданиями, которые слабо реагируют на монетарную политику. Длительное торговое противостояние ударит по потребительской уверенности и вынудит дальше откладывать планы фирм по капитальным вложениям, то есть по расширению производства. Нужно отметить, что признаки ухудшения потребительского оптимизма постепенно проступают в соответствии с опасениями Павлова. Индекс потребительской уверенности, вышедшего в вторник, упал со 134,1 до 121,5 пунктов. В мае индексы оценки потребителями текущей ситуации и будущего рассчитываемой Conference Board также перешли в снижение. Вот можно увидеть, что за последние три месяца индекс ожиданий как раз таки перешел в резкое снижение. Продажа жилья сохраняет также нисходящий тренд, это проблемная зона в американской экономике. В мае объем продаж упал на 7,8%. Фьючерсы на процентную ставку продолжают исключать, как видно, сценарий сохранения ставки на прежнем уровне в июне, однако шансы на сокращение в 50 базовых процентных пунктов можно видеть, что они снизились с 30,2% до 24%. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, и ваше внимание. Спасибо за просмотр!